Накануне одного из главных мусульманских праздников в Курбан-Байрам, оперативный штаб в КБР призвал участников незаконных вооруженных формирований прекратить кровопролитие, приводящее к страданиям мирных граждан. Теловики и власти республики в очередной раз заявляют о своем стремлении нормализовать обстановку в Кабардино-Балкарии и готовности создать условия для возвращения к мирной жизни молодых людей, решивших отказаться от противозаконной деятельности. Самозванные Амиры и их приспешники в целях личного обогащения и отторжения республики от России пытаются превратить Кабардино-Балкарии в очередное место кровавой и братоубийственной войны, говорится в документе. Оперативный штаб в КБР обращается к тем, кто, поддавшись увещеваниям, стал инструментом в их руках. Идеологи и проводники экстремизма путем массированной обработки готовят молодых людей к возможному уходу из жизни под лозунгами борьбы за веру, фактически превращают их в зомби. Свидетельством этому служат факты отказа от добровольной сдачи в ходе спецоперации, даже когда переговору ведут их родители, говорится в обращении. Сохранение в возвращении к нормальной жизни тех, кто по разным причинам сделал неверный выбор, но способен осознать ошибочность и бесперспективность своего положения, являются задачей власти и общества всех, кто каким-то образом способен повлиять на судьбу этих молодых людей. В соответствии с Уголовным кодексом, лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном формировании и сдавшее оружие, может быть освобождено от уголовной ответственности. Кроме того, законодательством предусмотрены особый порядок принятия судебного решения и досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которым обвиняемому может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данные преступления, условное осуждение или освобождение от отбывания наказания. Человек, решивший отказаться от противоправной деятельности, может лично или через посредников обратиться в правоохранительные органы, либо в комиссию при главе КБР по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности. Комиссия оказывает юридическую поддержку, а также помощь в решении других вопросов, вплоть до выезда на постоянное место жительства за пределы республики. Оперативный штаб обращается ко всем, кому небезразлична судьба Кабардино-Балкарии, дорогая жизнь и благополучие ее жителей, не оставаться в стороне от проблемы возвращения всеми наших общих от оступившихся детей. Продолжение следует...